Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами иногда начинаем уроки с того, когда Йорцат, какого великого человека в этот день, потому что написано Йорцат в этот день, когда душа человека возвращается и сверяется с тем, что было, какие изменения произошли. Сегодня, в 14-й кислева, Йорцат Рювена. Рювена первенца Якова. Он самый старший сын его от жемелей и один из родоначальников колен. То есть, в этот день Рювен, он вообще родился 14-й кислева, 2192 года. То есть, в Харане Якову было 84 года. И, как указывают знатоки сокровенного учения, Рювен первенец Якова — это новое воплощение Гильгуль реинкарнация Каина. Каина первого сына отдал. Заметьте, что он не участвовал в продаже Йосипа, хотя Яков отдавал предпочтение Йосипу. Он был претендентом на первенство. И он подарил маме дудаю. Вот такие известные вещи. Казалось бы, в Торе все так непросто. Это нам с поверхности окажется. Подарил цветочек дудаю. Что говорят каббалисты? Гематрия слов «грех, древо, познание добра и зла» такая же самая, как и в слове «нашел дудаю в поле и отнес их к Лею». То есть, обмен Леей и дудаю — это исправление в мире поступка Исава, который продал свое право первородства. Исав сказал, что я близок к смерти, для чего мне первородство? И он презрел свою будущую духовность ради физических удовольствий. Исав попросил, что дайте мне этого красного-красного. Адон, да? В Адон есть все буквы от слова «Дудаим». Две оставшиеся буквы «Я» от рука можно либо взять, либо забрать. И отдавая Дудаим Рахеле, Лея исправила грех Исава. Рахель, кстати, тоже была частью этого исправления, откажавшаяся от счастья своего ради этой сестры. Переходим к недельной главе, ему заскучили. История встречи Исава и Якова — это притча нашей жизни. Перед каждым из нас стоит вот какой-то такой Исав, чтобы помешать нам продвинуться в духовном плане. Мы вот начали год только, окрыленные, но жизнь в мире делает свое дело. Мы едим материально, дышим материально, пьем материально и сами становимся материальными. Есть красивое выражение, подводящее итог жизни человека. Мы теряем важное и засрочное. Необходимо прибыльно закрыть месяц, что-то заработать там, какое-то там еще. И так еще год за годом отщелкивать. Вот почему для нас помощь важна кого? Ангелов. У нас нет возможности входить в мир с пустыми руками и идти по жизни только благодаря своим личным силам. Надо обращаться к небу. Согласно учению, например, Тани, ангелы — это мозги сердца. Мозги сердца выше мира. Они выше, чем наша обычная рутина. И если вы можете наполнить содержанием свой мозг Торы, то это будет совсем другая жизнь. Короткую историю расскажу. По пути в Бейт-Медраж Леви Ицкак увидел мужчину, который бежал с такой скоростью. Вот на руке чемодан, шляпу держит. Леви Ицкак его окрыкнул, остановился, почтительно поклонился. Куда ты спешишь? Он говорит, о чем, Рэбе? Я зарабатываю на жизнь. Ношусь туда-сюда. В поисках хлеба насущенного. Стоит немножко замешкаться. И шансы на успех будут упущены. И вот я бегу. Откуда ты знаешь, сказал Рэбе? Что шансы на успех впереди. А может они бегут рядом с тобой. Или остались сзади. Или ты от них убегаешь. Мужчина смотрит на него, не понимает, о чем разговор. Послушай, мой друг сказал Рэбе. Я не говорю, что нельзя зарабатывать и не нужно зарабатывать. Я просто боюсь, как бы ты не прозевал саму жизнь, увлекшись погодой. Вот и так какая разница между тем, чтобы зарабатывать на жизнь и зарабатывать средства для жизни. Многие это не хотят понять. Невозможно заработать себе на жизнь. Она дается Богу, дается через отца и мать. А на пищу, кровь и так далее нужно зарабатывать. Но что если в этой вот суете ты забываешь оценить вообще дар жизни? Как определить свой прожиточный меню? Не получится ли так, что в погоне за материальным, для оплаты различных счетов, не успеешь не только пожить, но и насладиться даже тем, что у тебя есть. В современном обществе есть такая тенденция путать жизнь с прогрессом. Считается, что если человек лихорадочно чем-то занят, то он живет. Есть такой журнал Fast Company. Он даже такой лозунг набрал. Все быстрее и быстрее, пока упоение скорости не пересилит страх смерти. И вот Леонид сказал, он сейчас напротив предлагал замедлить свой мир. Что есть скорость? Потому что его как, что такое? Яков стал Израилем, да? Он сказал своему брату Исалу, какая подлинная скорость жизни. Что он сказал? А я пойду медленно, как пойдет скот и кормящий приплод, который передо мной, и как пойдут дети. Скорость жизни равна скорости передвижения кормильца и кормящихся. Если хочешь по-божески жить, замедли немножко шею, оглянись вокруг, насладись вот тем моментом, в котором находишься. Это очень-очень важно. В этом урок нашей недельной главы. Браха, Вацлаха.